Добрый день, уважаемые коллеги. И заключительным этапом нашего сегодняшнего дня круглый стол – актуальная проблема драмативно-медического обеспечения радиационной безопасности в ядерной медицине. Модерировать круглый стол буду я, Владимир Александрович. Я заведу лабораторию радиационных генов медицинских организаций в НИИ радиационных генов имени Рамзаева. Отдельное спасибо я бы хотел сразу сказать Обществу ядерной медицины, которое, собственно говоря, сподвигло нас на организацию такого стола, чтобы мы могли в простой дружеской обстановке обсудить текущее положение дела с нашими нормативно-медическими документами, ну и попытаться совместно как-то обсудить дальнейшие перспективы развития и совместной работы. И отдельное спасибо Андрею Алексеевичу Станжевскому за помощь в организации данного круглого стола. Значит, так как мы слегка уже выбились из повестки дня, сейчас я практически сразу буду сочетать вступительное слово и свою краткую презентацию. Вот. Единственное, что хотел бы отметить, что все вопросы можно задавать и нужно задавать в чате, мы постараемся в режиме реального времени на них отвечать. По формату круглого стола. Сейчас будут две короткие презентации от меня и от Ларисы Александровны, что фактически, что мы имеем и что мы планируем делать. Дальше я предлагаю в режиме свободной дискуссии обсудить то, что вы увидите, высказать свои собственные предложения. Ну и очень надеюсь, что какого-то компромисса или консенсуса по итогам этого обсуждения, этой дискуссии, этого круглого стола мы сможем достичь и начать плодотворно работать. Значит, сразу перейду к тому, что буду рассказывать я, а именно итоги регуляторной гильотины в контексте обеспечения радиационной безопасности в ядерной медицине. Ну вот и первый слайд, который я хотел бы продемонстрировать, отлично выражает, думаю, мою точку зрения и точку зрения всех, кто нас сейчас смотрит. Потому что ситуация с переработкой наших документов в контексте регуляторной гильотины уже длится слишком долго. И, к сожалению, повлиять на это мы никакой... Наш институт практически не имеет никакой возможности. Значит, кратенько напомню, что регуляторная гильотина началась у нас с 2018 года. Регуляторная гильотина подразумевает урезку осетра по самые уши, то есть сокращение и приведение к минимуму всех обязательных требований по различным направлениям примитивно к нашему ведомству санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе и обеспечения радиационной безопасности в медицине. Значит, вот на слайде представлена, как должна выглядеть структура будущих формативно-методических документов по итогам регуляторной гильотины. Федеральные законы – только базовое обязательное положение, санитарные правила и нормы – только обязательные требования. Напомню, что сейчас практически все наши санитарные правила и нормы написаны в формате обязательные требования плюс рекомендации по их исполнению плюс дополнительная справочная информация. Нет. Правила и нормы чистятся до кости. В общем, чистятся не нами, а юристами. Следующее. На этом обязательные требования, обязательно документы заканчиваются. Следующий уровень – это уровень руководства. В качестве примера, те из вас, кто видели, знали, знают и читал, можете вспомнить комментарии к нормам радиационной безопасности. Что должно быть в руководствах? Фактически то, что вылетает из санитарных правил и норм. Как соблюдать обязательные требования, рекомендации по принятию каких-то конкретных мер и примеры соблюдения. Ну и в самом низу – это уже методически-инструктивные иные документы. Методические указания, методические рекомендации. Все это выполняется в рамках или в соответствии с 247-м федеральным законом об обязательных требованиях. Значит, что у нас было в контексте обеспечения радиационной безопасности? Федеральный закон 3. О радиационной безопасности населения НРБ, Аспорб, Санпины и проравленные к ним методические указания. Предполагалось, что будет у нас этот закон, переработанный НРБ, Аспорб и сводные, потом они начали называться специальные санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности, куда вошел Б, раздел по ядерной медицине. Стало, согласно последним управленческим решениям, теперь у нас будет федеральный закон НРБ и Аспорб. А вот в Аспорб, каждый из его разделов, техногенная, медицинская, природная, аварийная, будут развиты отдельными главами по соответствующим направлениям. В нашем конкретном случае обеспечение НРБ в рентген-диагностике, в ядерной медицине и при терапии с закрытыми источниками ионизирующего излучения. Что будет в дальнейшем, к сожалению, не знаю. Единственное, что знаю, срок, когда вот это вот должно быть утверждено, это 1 июня 2021 года. Сроки опять немножечко сдвинулись. Ну, кратко о том, что перерабатывается, как перерабатывается. Законы, изменения в закон о радиационной безопасности, нашим институтом разработано, получены замечания, комментарии, срок исполнения 22-й год. Общие требования, которые предъявляют юристы к нашим документам, возможно, это будет необходимо для того, чтобы понять, почему же они внезапно за вот этот короткий период зимы-весны 2021 года так сильно изменились. Убрать все повторы, оставить только требования, удалить все рекомендации, оставить только те требования, которые находятся в компетенции Роспотребнадзора в соответствии с ФАЗА-3 и ФАЗА-52. ФАЗА-52 – это санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Ну и что делать с всякими таблицами, с нумерацией, до сих пор пока еще не решено. Что потеряли гарантированно? Любые требования о согласовании каких-то документов с Роспотребнадзором, четко прописанные требования к набору документов для получения санитарных заключений, любые требования к проектам, практически все требования к документу оборота медицинской организации, форму журналов и так далее, исходную проверку на наличие лицензии, например, на медицинскую деятельность для выдачи санитарных заключений, требования к набору помещений, можно определять требования не только к самим помещениям, но и к их номенклатуре. И практически все требования к подготовке и номенклатуре персонала. В соответствии с этими новыми вводными, на слайде представлены четыре основных документа по обеспечению РБ в ядерной медицине. Их все пришлось объединить в единый документ. Сейчас идет чистка с исключением дублирующих моментов, ну и попытка актуализировать требования данных документов. На слайде представлены основные задачи, что мы хотим получить, то есть попытаться разработать единые основные требования, которые могут применяться в общем ко всем видам ядерной медицины, но и актуализировать специфические требования к различным видам ядерной медицины. То, что представлено на этом слайде, вот эти вот буллет-поинты, это уходит в аспорб в том или ином виде, либо как общая глава по разделу медицинское облучение, либо дополняет существующую главу по медицинскому облучению в аспорбе. Все требования, главным образом, это унифицированные требования к производственному радиационному контролю, списком контролируемых параметров и кратностью их контролируемого контроля, требования к регистрации доз облучения пациентов, требования к расчету эффективных доз. А вот к каждому из оставшихся разделов сейчас приводятся в какой-то божеский вид требования к размещению помещений, размещению оборудования, требования к самим помещениям, требования к обращению с РАО, требования к средствам индивидуальной защиты и так далее. Вот так примерно будет выглядеть структура документа, которая сейчас разрабатывается. Отдельно следует отметить, что наряду с вот этими достаточно жесткими рамками, которые мы были поставлены, никто не отменял основное направление работы по обеспечению ядерной радиационной безопасности в Российской Федерации, а именно гармонизацию с зарубежными регулирующими документами. И вот в данном конкретном случае одновременно выполнить эти две задачи, эти два направления становится безумно-безумно сложным, без потери в качестве конечного продукта. Поэтому, в общем, на этом, собственно говоря, и вырисовывается цель нашего сегодняшнего круглого стола. Стараться обсудить и принять какое-то консенсное решение, как можно эти вот две задачи решить одновременно. И, что самое главное, как учесть в действующем или внефразрабатывающемся нормативно-методическом обеспечении РБ в ядерной медицине все те новые технологии, все эти новые методы, все эти новые подходы, которые либо сейчас уже внедряются в ограниченном количестве, либо будут внедрять, планируются запланированы к внедрению в ближайшее время. На этом я, пожалуй, свои общие слова закончу и передам слово Ларисе Александровне, которая уже чуть более конкретно расскажет о том, что будет происходить и, как мы видим, подходы к разработке нормативно-методических документов. Лариса Александровна, сейчас я презентацию включу. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу прощения за техническую заминку. Лариса Александровна, вам слово. Благодарю, Александр Валерьевич. Своё сообщение на тему перспективные направления разработки нормативно-методических документов Роспотребнадзора в ядерной медицине я хочу начать с ближайших планов, а именно с того, что у нас в этом году запланирована разработка и обновление методических указаний по оценке и учёту эффективных доз у пациентов при проведении радионуклидных диагностических исследований. В этом документе представлена таблица с радиофармпрепаратами, меченными различными радионуклидами и соответствующие дозовые коэффициенты для оценки эффективной дозы. То есть дозовые коэффициенты перехода от вводимой пациенту активности к эффективной дозе для пяти возрастных групп пациентов. В связи с внедрением в практику медицинскую новых радиофармпрепаратов диагностических требуется обновление данной таблицы и введение новых радиофармпрепаратов туда с соответствующими дозовыми коэффициентами. Соответственно, перспективными радиофармпрепаратами, предложенными группой развития ядерной медицины, они представлены в данной таблице. Таблица ещё может быть дополнена. Соответственно, эти радиофармпрепараты будут учтены при разработке обновлённой версии данного документа. К другим актуальным вопросам радиационной безопасности в ядерной медицине относятся обеспечение качества проведения процедур. В прошлом году были разработаны и утверждены методические указания по контролю обеспечения качества в поддиагностике для обеспечения радиационной безопасности. Подобные документы планируются к разработке и в других видах процедур ядерной медицины, в том числе и радионуклидной терапии. И в основу этого документа в радионуклидной терапии должна лечь оценка доз в мишенях и в других радиочувствительных органах на основании индивидуализированных моделей. Эти данные должны лечь в основу планирования радионуклидной терапии с нашей точки зрения, а именно определением активности радиофармпрепаратов, которые вводятся у пациентов, и определением курса лечения, то есть из скольких процедур введения будет состоять курс. Как известно, в дистанционной лучевой терапии такими вопросами занимаются медицинские физики, и погрешность определения доз в очагах и в радиочувствительных органах достаточно низкая, не превышает 5%. В радионуклидной терапии это порядки величины. Особенностью определения доз в внутреннего облучения является то, что источниками излучения являются сами органы, в которых произошло накопление радионуклида. Соответственно, для того, чтобы определить дозу, необходимо знать, где распределился радионуклид и в какой активности. Общепринятым подходом для оценки доз внутреннего облучения является использование камерных моделей биораспределения радионуклидов в организме пациента или человека. Соответственно, пример такой камерной модели представлен на слайде. В виде камер используются органы-источники, то есть органы, в которых происходит накопление радионуклида, а также органы выведения. Дальше определяют скорости перехода между камерами и скорости выведения радионуклида из организма. На основании экспериментальных данных строят кривые накопления и выведения радионуклидов в каждой камере, то есть в каждом органе-источнике, и определяют кумулятивную активность за все время нахождения радионуклидов в каждой камере. Эти данные как раз-таки используются для определения доз внутреннего облучения. Здесь представлен у меня пример терапевтического радиофармпрепарата, который сейчас на слуху в отечественной ядерной медицине. Это 223-й радиодихлорид. Начиная с 2006 года, есть ряд публикаций касательно биораспределения данного радиофармпрепарата в организме пациентов, а также предложены камерные модели распределения, и на этих данных основаны расчеты доз. Соответственно, сравнение результатов доз в таких критических органах как красный костный мозг и поверхность кости для данного радиофармпрепарата здесь приведен на слайде в таблице, и видно, что разброс доз варьирует до порядка величины. Также в статьях отмечается то, что необходимо индивидуализированно подходить к планированию радионуклидной терапии с данным радиофармпрепаратом, основываясь на характеристиках и распространенности злокачественного процесса, а также на особенностях пациента. Таким образом, актуальным направлением развития рационной защиты пациентов радионуклидной терапии является оценка доз в мишени и в других радиочувствительных органах. Эта оценка доз должна основываться на биораспределении радиофармпрепарата, должна учитывать используемую для введения активность, и также должна учитывать излучение радионуклидов во всей цепочке распада радионуклида, которым метили РФП. К другим перспективным вопросам радиационной безопасности в ядерной медицине, они связаны, мне кажется, с радионуклидной терапией, с введением в строй новых радиофармпрепаратов, которые возможно использовать в том числе и в амбулаторном режиме. И эти вопросы – это первый вопрос критерий выписки пациентов и требования к спецканализации. Радиационная защита населения обеспечивается определением и обоснованием критерий выписки пациентов. В действующих нормах радиационной безопасности 99-2009 приведен перечень радионуклидов, используемых в радионуклидной терапии, и соответствующие критерии выписки пациентов. Обновленные нормативно-методические документы будут содержать более широкий список терапевтических радионуклидов. Однако я хочу отметить то, что настоящий подход к определению критериев выписки пациентов основан на физических характеристиках данных радионуклидов, таких как период полураспада и гамма-выход излучения, ну и также на годовом пределе дозы для населения в 1 млз. Однако этот подход не учитывает снижение активности в теле пациента и мощности дозы от него с биологическим выведением радионуклида из организма. Соответственно, для более точной оценки критериев выписки пациентов и их смягчения необходимо знать скорость выведения радиопрепарата, также формакокинетику его в организме. Другим актуальным вопросом является обращение с радиоактивными отходами, которые образуются в процессе жизнедеятельности пациента, которому был введен радиопрепарат, а именно разработка дифференцированных требований и критериях спецканализации, необходимости спецканализации. А разработка таких требований дифференцированных позволит повысить доступность радионуклидной терапии, возможность ее применения в том числе и в амбулаторном режиме, и в помещениях подразделения радионуклидной диагностики. Для разработки таких критериев дифференцированных и требований к обращению с жидкими радиоактивными отходами необходима также информация о фармакокинетике радиофармпрепаратов, о путях и скорости выведения радиофармпрепаратов из организма, а также к объемам отходов и к вводимой активности радионуклида при введении ее пациенту. Таким образом, актуальными вопросами радиационной безопасности в ядерной медицине является разработка методик оценки доз пациентов, разработка критериев выписки пациентов, совершенствование требований по обращению с отходами и гармонизация с зарубежными регулирующими документами. Для решения всех этих вопросов необходимы данные о биораспределении фармакокинетики радиофармпрепаратов, а также необходимы данные о методиках проведения процедур. Закончить свое сообщение я хочу предложением по взаимодействию с практикой. Это сопровождение внедрения новых технологий, оценка совместимости технологий с современными действующими нормативно-методическими документами, оценка и научное обоснование изменений нормативно-методических документов, сопровождение внедрения новых методик, разработка компромиссных требований радиационной безопасности под конкретную методику для апробации, проведение клинической апробации в соответствии с новыми требованиями, ну и, наконец-то, реализация уточненных требований в виде нормативно-методических документов. А у меня все с сообщениями. Спасибо большое, Лариса Александровна. Я специально оставлю слайд, последний из сообщения. Вот. Основной посыл следующий, что, к сожалению, последнее время, ну и, видимо, большую часть времени наши документы разрабатывались, ну, явно с недостаточным взаимодействием с теми, кто занимается практикой, то есть с медицинскими организациями. Нормативно-медические документы разрабатывались, ну, не опираясь на реальные данные, на реальное состояние, там, о внедрении той или иной методики, на положение дела в той или иной медицинской организации. Вот. И хотелось бы это изменить, чтобы вместо того, чтобы нам вместо придумывания, скажем так, условных абстрактных сценариев, которые в дальнейшем мы закладываем в качестве базы в нормативно-методические документы, эти сценарии должны быть реальными. И наиболее простым методом является совместное участие в доклинике и клинике, в доклинических и клинических испытаниях, что позволяет набрать необходимый объем всех данных, которые в случае позволят не только разработать, а самое главное научно обосновать какие-либо изменения или корректировки к действующим документам или разработать какие-то новые документы, регулирующие, методические. Вот. То, чтобы они соответствовали той практике, которая у нас в Российской Федерации на текущий момент есть. Вот. Первые успешные попытки у нас были в связи с Андреем Алексеевичем, по-моему, с моей точки зрения результаты весьма достойные. Что вы сказали, Андрей Алексеевич? Я с вами соглашусь. Вот. Андрей Алексеевич, конкретику. В настоящий момент у нас проводится работа по антителам, меченой актинием и рутецием. Соответственно, мы привлекли специалистов института традиционной гигиены для расчета эквивалентных доз и оценки перераспределения этих препаратов. Ну, естественно, там есть определенные сложности, но надеюсь, что мы их как-то вместе преодолим. Плюс там речь идет не только о антителах, меченой в рутецием, но еще и антителах, меченой цирконием для позитронной институтной томографии. Ну, и мы вместе провели работу по радио. Она, в основном, конечно, касалась такой литературной работы, да, но и какие-то экспериментальные работы мы тоже вроде бы сделали. Ну, вот те данные, которые были, те данные по сравнению и по идентификации тех, расхождений между разными литературными источниками и, собственно, наработанные данные как раз и были представлены Ларисой Александровной в ходе презентации. Максим Ярославович. Уважаемые коллеги, во-первых, спасибо огромное за то, что пошли навстречу и да, все вместе мы организовали этот небольшой очередной между собой, хотя я всегда говорю, вот знаете, между собой мы всегда можем поговорить, оказывается, не очень. Это тот уникальный случай, когда регулятор идет навстречу и говорит, вот-вот мы готовы помогать. Нам нельзя упускать этот шанс никоим образом, уважаемые коллеги, и поэтому главной задачей медицинского сообщества, которое, по сути, представляет наше общество ядерной медицины на сегодняшний день, это сформулировать, чем же мы будем заниматься в ближайшее время, в ближайшие годы. Понятно, что это перспектива даже не двух-трех, это скорее пяти и более лет, и именно сейчас сделать план график и запланировать научные работы с подключением наших коллег, которые, как я еще раз повторю, идут нам навстречу. Это действительно уникальная возможность. Призываю вас включиться и сейчас может быть озвучить какие-то наболевшие вопросы или может быть какие-то вопросы возникли во время презентаций. Мы это обсуждали естественно кулуарно, поэтому мне более-менее ситуация понятна. Коллеги, пожалуйста, ваши комментарии, ваши вопросы приветствуются. Тогда переходим во второй части, собственно говоря, круглого стола свободной дискуссии. Прошу высказываться. Можно мне спросить? Да, Валер Васильевич. Скажите, пожалуйста, то, о чем вы говорили, вот эта индивидуализация, это обязательное или рекомендательное явление? На текущий момент рекомендательное, однако по мере того, по мере совершенствования нашей системы радиационной безопасности и постепенного перехода от оценки радиационного риска как основного критерия воздействия на индивидуум и попытки этот радиационный риск оценивать не как-то в общем, а переходить к индивидуализированным моделям. соответственно, индивидуализация вот моделей распределения того или иного препарата в организме пациента будет являться перспективной и необходимой. Я здесь старательно обхожу слово обязательное необходимое для обеспечения качественного проведения диагностического исследования или радионуклидной терапии. По поводу диагностических исследований я, конечно, хочу сказать, что дозы, получаемые пациентом при радионуклидной диагностике ничтожны в сравнении с дозами, которые этот же пациент получит в результате радионуклидной терапии или лучевой терапии. И вот такой строжайший учет этих доз в онкологии, особенно в случае, когда речь идет о палеотивном лечении, вот вы сейчас упоминали радий, вот вы посмотрите, пожалуйста, на исследование Алсим и посмотрите, какая там выживаемость у этих пациентов. И, как говорится, вот здесь учет, такой, как бы сказать, детальный учет доз, тогда надо попытаться объяснить, для чего он нужен. Ведь обычный анализ крови, который мы всем пациентам делаем, он позволяет отследить мелотоксичность, и весь мир идет по этому пути, и международные, и в нашей рекомендации по всему миру именно на этом основании написаны. Тут у нас может получиться так, что если мы сейчас из рекомендательных попытаемся сделать обязательными эти правила, то мы пойдем тогда на противоречие с клиническими рекомендациями, которые существуют. Например, по раку щитовидной железы, как известно, радиоотерапия тоже назначается в различных дозировках, я имею в виду разными активностями, но назначается она не в связи с выполненными вот этими предварительными дозиметрическими исследованиями, а в связи с группами риска, которые определяются клинически. И, в общем-то, мы должны, мы обязаны следовать этим клиническим рекомендациям, которые отработаны уже практикой и, в общем-то, написаны, ну, я не хочу сказать, что кровью пациентов, но они написаны очень большим клиническим опытом. Вот как нам эти вещи-то увязать надо будет между собой? Валерий Васильевич, сейчас будет комментарий от Максима Ярославовича, от Ларисы Александровича, а потом я еще помню. Валерий Васильевич, безусловно, ваш комментарий совершенно корректен, но, как уже было сказано, это, ну, да, это необходимо, но не обязательно, начнем с этого, если я правильно услышал, это первое. А второе, мы же беспокоимся о безопасности не только самого пациента, в первую очередь, мы беспокоимся о безопасности окружающих, именно для этого тоже необходимы все эти расчеты, то индивидуальные расчеты для каждого пациента, они позволят как раз решить, вот, допустим, какого пациента мы просто оставим в клинике там, на стационарное размещение, какого мы можем отпустить сразу, поэтому это в итоге это немного усложнит расчеты, может быть, какие-то моменты, но оптимизирует мощности клиник и позволит действительно индивидуализировать этот подход, в первую очередь, позволит вам больше поток переваривать, я это вижу именно так, индивидуализация именно в этом. Да, это абсолютно важно, очень важно, я просто хочу сказать, что нам очень также важно не как бы уйти в сторону расчетов, пренебрегая клиническими данными. Я это почему говорю, что я достаточно много занимался вот этой самой дозиметрией при радионуклидной терапии, ведь мы были первыми, кто вообще в нашей стране начал работать с остеотропными радиофармпрепаратами нашими, отечественными, и проводить вот эту самую дозиметрию. И я боюсь, конечно, здесь времени не хватит о том, чтобы рассказать, сколько здесь всевозможной путаницы получается, и как это сложно, вот эту прецизионную дозиметрию выполнять в реальной жизни. В реальности все-таки вот практически врач, он сейчас выполняет в основном свои исследования, опираясь на клинические рекомендации, я думаю, что и в будущем это будет. То, что нам необходимо проводить дозиметрию, особенно с новыми препаратами, для того, чтобы определить, вообще на правильном ли мы пути, создавая, так сказать, ту или иную терапевтическую концепцию, вот это несомненно, это безусловно. А вот сделать необходимым еще какую-то дополнительную работу для каждого практического врача на каждом практическом месте, чтобы на основе вот этих предварительных дозиметрических расчетов, например, он рассчитывал, сколько йода он ведет больному раком щитовидной железы, вот тут я бы, наверное, как-то поосторожничал, потому что как бы это не затормозило бы процессы вместо того, чтобы придать им нужный, сказать, импульс развития. Поэтому много вопросов вы задали, и я думаю, что хорошо, что вы их задали, сейчас есть время подумать, наверное, еще какое-то. Да, Валерий Васильевич, спасибо за комментарий, я, возможно, не совсем корректно выразила свою мысль или свой посыл, индивидуализированная оценка относилась в основном, конечно же, к терапевтическим препаратам, вновь, ну, то есть, как бы, которые перспективные, которые планируются вводить в практику, о которых еще мало информации, соответственно, для того, чтобы оценить, какая доза придется на очаг, для того, чтобы оценить, какая доза придется на другие радиочувствительные органы, конечно же, необходимо понимать, сколько и кому надо вводить. Идея была именно такая, и это именно должно являться основой обеспечения качества в радионуклидной терапии, с моей точки зрения. Спасибо большое, это абсолютно верно, но я думаю, это столь очевидно, что, наверное, это, как бы сказать, понятно любому человеку, когда ты создаешь какой-то препарат, то первая фаза клинического исследования, в нашем случае, это как раз и будет оценка вот этой самой биодистрибьюции, и, собственно, на этой фазе как раз эти поглощенные дозы будут оцениваться. Это вне всяких сомнений, конечно же. Да, я просто хотела, здесь приведен слайд, я не знаю, виден ли он всем или нет, наверное, виден, да, по сравнению поглощенных доз именно для радиа 223-го из различных источников литературы, которые оценивали биораспределение, и, соответственно, на основании этих данных были рассчитаны поглощенные дозы в органах. Видно, что варьирование доз для таких критических органов, как красный костный мозг и поверхность кости, а для радиа, соответственно, остеотропного препарата это такие наиболее поглощающие органы, разброс на порядок величины, и здесь именно очень важно подходить к оценке биораспределения и к дозам, а именно отсюда следует сколько вводить активности надо пациенту и как планировать терапию. Абсолютно верно. Вот это как раз то, о чем я говорил. Я просто боялся, что у нас это может очень много времени занять дискуссии. Вот именно это я и говорил, когда вспоминал, как мы проводили вот эти же самые исследования на вновь вводимых, так сказать, в обиход препаратах. Вот это очень знакомая вещь. Там действительно что не измерение, то новая величина получается. Абсолютно верно. Еще раз хочу сказать, что занимаясь реальными пациентами, очень важно, конечно же, провести дозиметрию, когда создается новый препарат, а в дальнейшем безусловно нужно учитывать огромнейшее количество всевозможных клинических данных. Я вот говорю, что, к сожалению, сейчас времени нет подробно говорить. У меня есть презентация на эту тему, где показано, как вот эти вот показатели, конечные показатели костного мозга у пациента меняются еще до того, как мы ему введем препарат, потому что там болезнь развивается, она с каждым днем меняет клиническую картину, там по-разному работает костный мозг, и та доза, которая считалась безопасной, и все ее считают безопасной, для кого-то она может стать опасной, и наоборот. Поэтому очень важно вот эта индивидуализация, чтобы строилась с одной стороны на дозиметрии, а все-таки даже в большей степени на реальной такой клинической картине с учетом показателей, которые мы берем в реальном времени. Ну, а новые препараты, конечно же, на первой фазе мы обязательно занимаемся вот этой вот самой дозиметрией, и я, кстати, хочу похвастаться, что мы еще, помимо того, что вы сказали, мы еще и биодозиметрию с помощью хромосомных аберраций проводим на новых препаратах, на самых новых. Это еще более точная, так сказать, детализация. Валерий Васильевич, маленький еще комментарий по примитивно к тому, кто этим должен заниматься. Нет никакого желания, нет никакой подковерной мысли заставить несчастного врача заниматься еще и дозиметрией. Есть медицинский физик, есть научное сообщество, просто те рекомендации, которые в дальнейшем будут превращены в конкретную методику работы или инструкцию по применению того или иного препарата, должны основываться на доказательствах. Было в одном из тех самых старых боевиков 90-х, каковы ваши доказательства. Вот, а вот здесь это должно быть на чем-то базировано, не на материалах зарубежной статьи какой-то или нескольких, потому что там далеко не всегда нормальная репрезентативная выборка пациентов, не всегда указаны методология. Во многом эти статьи через некоторое время начинают друг другу противоречь. Данные должны быть наработаны, ну, это, конечно, такая благая мысль, но должны быть наши с вами собственные данные, добытые потом и кровью, которые будут соответствовать действительности. И здесь задача такая двойная. Разработать эффективное, оптимальное по соотношению цена-качество-результат методы дозиметрии, превратить эти методы дозиметрии из чисто научных методов в какие-то практические рекомендации, чтобы все могли этим заниматься. То есть не должен быть секрет Падешинеля, который хранится в рамках одной организации. Это должно быть доступно всем. И в конце концов эти результаты должны быть интегрированы в разработку методик инструкции медических клинических рекомендаций для практического звена. То есть для врача-радиолога, врача-онколога. Врач должен этим заниматься. Должна быть создана платформа, должна быть отработана методология, как это делать, чтобы в дальнейшем он мог этим воспользоваться. Очень хорошая идея. Вот в нынешней экономической обстановке хотелось бы как-то понять, а найдется ли на это финансирование. Ведь это новый вид деятельности, такой очень серьезный. Я почему говорю про науку, когда это в ограниченных количествах делается, и по каким-то научным тематикам финансирование, по научным исследованиям, а в широкой практике все-таки это гораздо больше будет выполняться таких работ, а вот откуда взять на это финансирование? Хороший острый вопрос. Здесь я тоже готов грустно промолчать, пожалуй. Александр Ильич, могу я дополнить вашу мысль? Ну, ответить на вопрос поплатить будет я не могу, но все-таки мне жаль. Ходя из того, что вы говорили, возникло несколько вопросов по вашему докладу и по докладу Лариса, смотрите, первый момент, который, наверное, стоит обсудить, а кто вообще должен данные вопросы контролировать? Потому что, когда мы говорим про фактически медицинскую физику и говорим про то, что мы вводим пациента с точки зрения контроля с позиции небезопасности, а с позиции в первую очередь все-таки, наверное, лечения, потому что мы не просто так вводим пациенту радиофарм препарат, особенно в терапевтических целях. Тогда возникает вопрос, является ли этот момент вообще компетенцией Роспотребнадзора или, может быть, это все-таки компетенция Мездрава или Росздравнадзора, я не знаю. Сергей Анатольевич, можно на ваши вопросы буду степ-бай-степ отвечать, чтобы мы не потерялись в дискуссии? В первую очередь на текущий момент да, скорее всего непосредственно стоять рядом с пациентом, которому вводят радиофарм препарат, сотрудник Роспотребнадзора не должен и, самое главное, не имеет никакой возможности. Но провести, так сказать, экспертизу, аудит, контроль тех методов, которые используются, чтобы подтвердить, что да, этот метод безопасен для пациента, для персонала и для населения, это вполне себе сфера деятельности Роспотребнадзора. А сотрудник Роспотребнадзора имеет ли это как соответствующую квалификацию и компетенцию? Вы только что сказали, что не все медицинские физики обладают данной компетенцией и квалификацией, не все врачи. Но, тем не менее, данная задача может быть решена в рамках нашей организации. Мы организация подведем Роспотребнадзора, значит, задача может быть решена Роспотребнадзора. Но вопрос-то в том, что это необходимо или, в общем, зачем это делаем? Для обеспечения радиационной безопасности населения Российской Федерации. Сергей Анатольевич. Но это же не вопрос Роспотребнадзора в данной конкретной ситуации, когда мы говорим про то, сколько вводит пациент. Это вопрос врачей. Сколько вводит пациент? Такое критерие. Я понимаю, активность, которую мы ввели... Ну, я делаю свою мысль, извините, что я перебил. Смысл-то в чем? В том, что может быть имеет смысл на каком-то этапе, может быть, он уже созрел этот этап, определить, кто из ФАИО в федеральных органах исполнительной власти за что отвечает. То есть, например, за ускорители кто отвечает, за радионуклидную диагностику кто отвечает, за какие разделы то есть радионуклидной диагностики или терапии отвечает какой орган. Может быть, это имеет смысл? Абсолютно с вами согласен, но, к сожалению, не в рамках моей компетенции. Сейчас или через некоторое время раздать всем сестрам по серьгам и сказать, что вы отвечаете за это, вы отвечаете за это. В основном, комплексный подход необходим, на что, видимо, недостаточно тонко. Мы сейчас с вами формулируем резолюцию конференции, я думаю, что может быть резолюция. Необходим комплексный подход. С вами согласен, что каждый компетентный орган должен отвечать в рамках своей компетентности при решении такого комплексного вопроса. Согласен, поддерживаю. Вот, например, работа с ускорителями относится к компетенции Роспотребнадзора или нет? Относится. Потому что мы до этого с вами обсуждали это вроде как не относилось, сейчас относятся, потом возникнет какая-то дилемма. Тогда, если относятся, то в какой части? Я это в качестве примера привел мне более того. И, кстати, из этого, наверное, у меня второй вопрос ко всем собравшимся. Как вы считаете, может быть, вообще правильно ли то, что мы сейчас меняем санитарное законодательство с точки зрения новых санитарных правил, но при этом переносим рассмотрение федеральных законов, в соответствии с которыми эти санитарные правила выпускаются на 2022 год. То есть, таким образом, не ставим ли мы телегу вперед лошадей и потом, в общем, как бы удивляемся, почему она не едет. Сергей Анатольевич, в данном случае я воздержусь от комментариев, опять же, потому что вот такие вот сроки и развороты... Это не страшно, не к вам вопрос, а к другим коллегам, которые могут ответить на него, сказать свою точку зрения. Коллеги, выскажите, пожалуйста, свою точку зрения по поводу вот такой вот некоторой неразберихи, которая у нас сейчас происходит. Уважаемые коллеги, я считаю, к сожалению, в России это, наверное, из тех методов работы, что я знаю, надо делать то, что ты можешь делать. Если у тебя есть возможность что-то сейчас поменять, то потом можно допиливать или как-то подгонять, что имеется. Если мы сейчас вообще ничего не сделаем, ничего не наработаем и не начнем раздавать хотя бы, не начнем продумывать, каким сестрам какие серьги раздавать, ничего не сдвинется. Это уже много лет длится. Мы думаем, может быть, вот это неправильно, может быть, вот это неправильно. Это вот такая рефлексия русской интеллигенции. Мы так правда никуда не сдвинемся. Максим Расович, вы знаете прекрасно мою точку зрения по этому поводу. Я категорически был против того, чтобы делать то, что мы можем делать, а надо делать то, что нужно делать, а не то, что мы можем. Потому что можем мы сделать все, что угодно, но проблема заключается в том, что кому это нужно. Сделать часть того, что нужно, точнее, сделать то, что мы можем из того, что нужно. Грубо говоря, так. Пускай оно будет немного несвоевременным. Просто вопрос был в том, своевременно или несвоевременно. Пускай это будет не в нужную точку времени. Но, опять же, если мы не начнем двигаться в эту сторону, ничего не поменяется. Вот, кстати, исходя из этого, у меня следующий вопрос, но тут уже, наверное, к Зарису Александровне и Александру Валерьевичу. А что функционально поменяется с точки зрения новых нормативных документов? То есть, что добавит нового того, что потребует, что нужно врачам и медицинским физикам? И что вообще как бы старого уберут от того, что уже достаточно давно известно? Я видел на слайде, но все-таки хотелось бы чуть более подробно. И к этому же вопросу, соответственно, вторая часть. Было ли какое-то научное обоснование и была ли какая-то оценка нормативного обеспечения других стран относительно того, как там у них, у этих иностранных товарищей? Это вопрос касался моей презентации, да? Это вопрос касался санитарных требований, которые НРБ и Аспорт, соответственно, так как вы оба докладывали в этой части, давайте я прокомментирую. Значит, к сожалению, придется ответить, что ничего принципиально нового в этих документах сейчас мы не вводим, исключением более, скажем так, четких требований к проведению дозиметрии пациентов раз и к оценке радиационных рисков два. Вы сами прекрасно знаете, что это не совсем то, что требуется на текущий момент. К сожалению, сейчас в текущей редакции данных документов ничего концептуально нового мы не вводим, потому что в первую очередь такая задача в рамках регуляторной гильотины не ставилась. Как я уже сказал, регуляторная гильотина подразумевает оставить старое и максимально сократить старое, но никак не разработать новое. Параллельно с этим идет задача разрабатывать новые документы и гармонизировать их с международными регулирующими, МАГАТЭшными и МКРЗшными в первую очередь. Просто, Александр Ильич, у вас там был такой слайд общие потери. Вот у меня сразу возникает сложно. Кто же потерял эти общие потери? Нет, не закрывайте, потому что по докладу Ларисы Александровны у меня тоже пару вопросов есть. Кто потерял в том, что у нас какие-то требования ушли? Пациенты, врачи, Роспотребнадзор, кто потерял? В первую очередь, я, пожалуй, прокомментирую это так, что в первую очередь потеряли врачи, потому что теперь все возможные проблемы, связанные с проектированием, конструированием, размещением, скажем, Центрой Адерной Медицины будут выявляться не в процессе работы с проектом и не в процессе какого-то взаимодействия с Роспотребнадзором. А в тот момент, когда этот объект уже построенный и укомплектованный, придут проводить санитарно-эпидемиологическое обследование. То есть вы не доверяете сотрудникам главы госэкспертизы так, чтобы они могли я даже самому себе не доверяю. Я не доверяю никому. Вот. У меня есть опыт некоторый, который показывает, что даже сейчас в текущих условиях ситуация, когда действительность, которая представляется в Ромко-санитаре обследования не соответствует нормативно-эпидемиологической документации, если бы это было выявлено на этапе, скажем, проектирования, если бы проект проходил экспертизу, это можно было бы поймать еще на этапе разработки проекта это скорректировать. Вот. Тот момент, когда это выясняется, уже учреждение готово к... товарищи, у нас предоставительный кодекс 10 лет уже существует, уже 10 лет это не проводится, и я не видел отех кучи ошибок. У меня у самого есть практика, вы знаете, видели те примеры, которые я приводил, когда что-то действительно неправильно, но это не массово, это не... Может быть, надо предъявлять требования к проектировщикам и как-то ответственность, чтобы они несли за то, что они делают? Ну, предъявлять требования к проектировщикам и к проектам были в действующих санитарных правилах и нормах. Теперь их не будет. Слово совсем. К сожалению, работа с проектными организациями не находится в компетенции Роспотребнадзора, так же слово совсем, поэтому здесь некую возможность повлиять на эту ситуацию без значительных экономических репутационных и временных потерь мы потеряем. Александр Ильич, я извиняюсь, правильно я вас понял, что вы сказали, что требования к проектным решениям полностью убираются из-за новых санитарных правил, зачем это расставляется в требования к площади кабинета? Это же тоже требования к проектированию? Требования к площади кабинета это требования и радиационной и порадиационной безопасности, требования, которые относится к требованиям ГИИ. А расчет защиты – это не требование по радиационной безопасности? В том числе. Расчет защиты убирает, но при этом оставляет требования к площади. Я не совсем понимаю вопрос. Минимальная площадь кабинета определяет возможность разместить там оборудование, персоналу эргономично с этим оборудованием работать, осуществлять нормальный доступ пациентов к этому оборудованию, также проводить, скажем так, обеспечивать некие дифференцированные подходы к расчету защиты, защищаемым барьером или защищаем расстоянием, плюс-то факторы гена труда. Это же требования к проектированию. Мы же сами сказали, что требования к проектированию убираются из нового санитарного права. Требования к проектированию. Есть отдельное санитарное правило, скажем, по проектированию медицинских организаций в полной седействующих. Требования к проекту, а не к проектированию. Хорошо, правильно. Хорошо, что было написано. Ну, например, формулировка данной решения, в тексте любого санитарного, что данное решение должно быть обосновано в проекте. Такого рода формулировки мы оставлять не можем. А вот, исходя из требований, у меня следующий вопрос, Александр Иванович. Вот вы там на своем слайде перечислили требования к оборудованию, к тому, к тому, к тому, а я там не увидел требования к персоналу. Будут ли какие-то требования к персоналу, или все-таки это тоже не вопрос Роспотребнадзора, ну, например, требования к... К сожалению, Сергей Анатольевич, требования к персоналу, это не требования Роспотребнадзора, это требования Минтруда и Минздрава. То есть это убирается? Да. И это хорошо. К сожалению, требования к, скажем, к обязательной подготовке, к дифференцированным требованиям к тому, что же должен знать и уметь человек, эксплуатирующий медицинский источник организирующего излучения, уходит в разряд руководства, руководства, то есть необязательно. Слушайте, у меня еще есть пара вопросов к Ларисе Александровне. Лариса Александровна, по вашей презентации, если позволите. Да, конечно. По вашей презентации, я там увидел такой слайд с активностью при выписке, а нулевой или... Можно этот слайд открыть? Там написано, насколько я его видел, да, при выписке, по ЮДу-131, при выписке активность может составлять 20 ГБК. Да, здесь вот. Я правильно понимаю, что активность при выписке пациента из Санара составляет 20 ГБК по ЮДу-131? Здесь еще берется... Может быть, тогда... Я перейду, Лариса Александровна. В чем вопрос? Если мы можем так выписывать пациентов, то тогда у нас все проценты, все 99% пациентов уходят в амбулаторный режим, потому что мы тогда можем их сразу ввести и сразу выписывать. И исходя из этого, у меня тогда следующий вопрос по вашей же, опять же, презентации. А тогда зачем нужна спецканализация, если мы у всех пациентов выписываем, и тогда это все-таки как бы не в рамках уже медицинского учреждения проблема должна решаться? Но это вопросы не связанные с спецканализацией выписка пациентов. Это совершенно два разных вопроса. По поводу критерия выписки для ЮДу-131 в таблице проведено два критерия по мощности дозы и по активности. Соответственно, действует более строгий... То есть они не коррелируют никак между собой? Нет. Нет. Но они с физической точки зрения, они, конечно же, коррелируют, но как бы при выписке пациента должны следовать более строгому критерию в конкретном случае. Ну, он же должен быть... Ну, если у нас активность, как раньше было написано, 0,8 ГБК, как это было, насколько я помню, в действующем НРБ, то тогда у нас как раз и составляется в районе, там, ну, по-моему, 20 микрозиверт, если я правильно помню. Вы уменьшаете мощность доза до 0,4 микрозиверт, как критерий выписки, что немножко, на мой взгляд, странно, да, не при этом увеличиваете активность при выписке до того, как мы ввели... Еще раз, вот мне, на месте, наверное, Валерия Васильевича, я бы увидел эту цифру, я бы сказал, я ввел меньше 20 ГБК, я ввел там 4 ГБК, пациенту, пациенту могу сразу отправить домой. Подождите, я что-то не пойму вообще в этой таблице, ни черта, ничего. Вы тут ничего не перепутали? Вы ничего не перепутали? Вот эта последняя графа, это что такое у вас написано? Это активность при выписке, Лариса Александровна сказала. Или нет, Лариса Александровна? А, слушайте, да, это перепутанная... Вы, товарищи дорогие, вы тут чего написали-то? Так, Валерия Васильевича, я бы на вашем месте радовался сейчас. Да нет, вы понимаете, в чем дело, если кто-то выполнит то, что вы написали, то первая же партия больных будет убита. Вот этими показаниями, которые... 100 ГБК Самария, да мы... Это не показания для клинического использования. Так, товарищи дорогие, 20 ГБК, это что такое? Это самое... Да так... Куда? Это к чему? Вы посмотрите, пожалуйста, повнимательнее. Похоже, что тут что-то поменялось. Надо колонки местами поменять. Это к тому, что если 20 ГБК можно выписывать, то фактически получится, что вы можете выписывать... А вот я думаю, товарищи, что вы тут колонки перепутали. Я тоже. Валерий Васильевич, вы совершенно правы в своем заключении. Но в документе такой ошибки не произойдет. И... Ну даже, кстати, сказать, вот если их и расставить по местам, допустим, 100 микрозиверс сейчас на расстоянии... Вы там напишите тогда, что это на расстоянии метра. На каком расстоянии-то тогда уж? Вот. Дальше. Значит, и остаточная активность в теле по Самарию 9 ГБК. Но, к слову сказать, мы за всю жизнь ни разу, ни одному человеку столько не ввели. Там 3 ГБК вводили, а вот 9 никогда не вводили. И к вопросу, опять же, о спецканализации. А действительно, а на черт она нужна тогда? Я не знаю, то, что я сейчас говорю, в эфир пойдет или нет? Вот в записи вот такие слова. Потому что по-другому никак к этому не отнесешься. Радий, который вообще не метаболизируется практически с мочой, выводится с калом. Вот. Значит, и опять же, зачем там нужна спецканализация? Товарищи дорогие, чтобы, как бы сказать, заразиться этим вот радием, нужно съесть кал человека, который радием пролечился. Кто будет это делать? Вот. Можно обмазаться. Нет, обмазаться не поможет. Товарищи, важно, чтобы это поместилось внутрь твоего тела. То есть, это ты должен либо съесть, либо растворить и ввести себе внутривенно. Вот. Что еще менее вероятно. А для чего здесь спецканализация? Валерий Васильевич, а вы понимаете, зачем спецканализация для актиния или для литекции? Я до них еще не дошел, я сверху смотрю. Коллеги, я хочу прокомментировать, что существующие требования, которые сейчас действуют согласно СанПину по радионуклинотерапии, они были созданы в 2008 году, когда еще о радиоалитетции и о актинии не было речи. Соответственно, требования разрабатывались для йода-131 в основном и его применения в стационаре. Соответственно, те требования, они действительно устарели, но сейчас мы живем в рамках того законодательства. это как раз таки по вопросу, что нужно что-то менять. И про перспективные направления развития радиационной безопасности как раз таки работа с жидкими отходами туда входит. А можно еще спросить, ведь в 2008 году наверняка был стронцей. Он у нас с 1995 года, он с прошлого тысячелетия применяется. Вот смотрю сюда, что-то я не вижу его здесь. Стронцей в НРБ, как в таблице, он не приведен, потому что для бета-излучающих радионуклидов их можно выписывать пациентов, потому что они с точки зрения... Отлично. А радий, а актиний? У них еще пробег меньше. Отлично. Я немного ворвусь в эту бурную дискуссию о том, что же правильнее, обмазываться или вводить по вене. В действующей редакции специальных санитарных правил прописано, что для работы с радиом в амбулаторном режиме спецканализация не нужна. Это хорошо. Это здорово. Когда это заработает у нас? Если все будет хорошо, то с 1 июня 2021 года. Павел Ильич, исходя из вашего только что заявления, скажите, пожалуйста, про лютец, про актиний и про другие достаточно большое количество перспективных радиофармпрепаратов. В чем необходимость спецканализации? Нет. Необходимость спецканализации в общем и в целом связана с тем, чтобы не допустить избыточного облучения населения, которое не должно контактировать с радиоактивными отходами вообще при проведении радионуклеонотерапии. Давайте соберем, чтобы никто не проконтактировал. Смотрите, если мы берем за основу вот эту таблицу, если мы правильно расположим колонки, вот у нас человек получил внутривенное введение Самария. Получил у него даже не 9 ГБК, а всего 2 ГБК. И остаточная активность, соответственно, будет вписываться, даже не просто вписываться, а там она в 5 раз ниже границы будет. То есть он может идти домой. Правильно? Вот он дома пойдет в туалет. Там нет спецканализации. А зачем она в клинике нужна? Именно об этом я вам и говорил, что она в клинике не нужна, потому что ей пользоваться никто не будет. Понимаете, что она же, вот какой не возьми препарат рений, 12, то есть 80, ой, 12 ГБК, это вот я все смотрю, мы 12 тоже никому не вводили, у нас рекорд был, самое большое, но это рекорд такой, чуть ли не мировой рекорд, 5,5 ГБК ввели одному человеку, а так это 3,5-4 вот в этом диапазоне. Валерий Васильевич, прошу прощения, на самом деле это давно понятная очевидная вещь, мало того, были проведены работы не в России, насколько я помню, в Великобритании в известном вам чате Дубинке давал ссылку. Очевидно, что вообще в принципе, учитывая разведение источных вод, требования спецканализации с точки зрения обеспечить безопасность населения гражданского, они избыточны. Но здесь, я так понимаю, вопрос не только Кросспотребнадзор, у нас еще есть Минприроды, которые борются за экологию и так далее. Может быть, с той стороны попробовать? Ну да, но я понимаю, что йод это действительно особая ситуация. Во-первых, там он очень летучий, у него мощное гамма-излучение, он действительно, его метаболизм таков, что он и в выдыхаемом воздухе, и в моче, и он повсюду, понимаете, вот здесь можно как-то понять, но вот все остальное, оно, госпитализация должна быть только по медицинским показаниям, а по радиационному оно не требуется. Алексеевич хотел прокомментировать. Правило, требования Минприроды, если Минприрода будет в своих документах писать, тогда это другое, будет тогда вопрос к Минприроде, а сейчас пока пишет Роспотребнадзор. Сначала Андрей Алексеевич, потом Ларис Александрович. Опять же, я перебиваю, но это к вопросу о том, что я, моему первому вопросу, кто из фаилов за что отвечает и что должен писать так? Андрей Алексеевич. На самом деле, я с коллегами, честно говоря, здесь соглашусь. Действительно, такой больной вопрос, потому что, например, у Василии Васильевича мы тоже это на днях обсуждали. Есть же, например, радиофомпрепараты, которые, ну, на том же рейне, например, которые вводятся непосредственно, например, в сустав, и какие там могут быть вообще отходы. Но тогда возникает действительно вопрос, который мы тоже обсуждали с Александром Валерьевичем и с Александром, как тогда правильно это все прописать? Во-первых, ну, как это тогда, то есть, как тогда в нормативных документах прописать, вот, что прописать тогда? Андрей Алексеевич, тогда и не пишем в нормативном документе. Если требований нет, тогда мы их не пишем. Можно прокомментировать по поводу требований нет. Сейчас отнесение к радиоактивным отходам прописано в постановлении правительства. Это более главенствующий документ, чем санитарные правила. Об этом я Вам и говорил, потому что перед тем, как менять санитарные правила, может быть, имеет смысл изменить федеральный закон. Исходя из федерального закона, правительство будет обязано изменить все постановления правительства, которые противоречат федеральному закону. А уж потом переходить к изменению санитарных правил. Еще раз вопрос. Не ставим ли мы телегу перед лошадью? Вот и все. Не надо менять что-то менять. Надо менять то, что действительно нужно, то, что действительно востребовано, то, что необходимо. Это мое мнение, извините, может быть, я не прав. Сергей Анатольевич, мы здесь с Вами абсолютно согласны, но это лежит немножко вне нашей плоскости. Даже, я бы сказал, лежит вне плоскости нашего института. Так мы что-то... У нас круглосложено. Мы обсуждаем, мы говорим о том, как правильно, как неправильно. В рамках круглого стола вашу точку зрения я поддерживаю. С ней согласен. А мы можем что-то сделать такое полезное для того, чтобы совместными усилиями всех, как бы сказать, сидящих здесь и подключивших еще, так сказать, других людей вот эти абсурдные требования, связанные с спецканализацией, особенно... Вот правильно сказал сейчас Андрей Алексеевич. Представляете ситуацию? Вот мы сейчас открываем новое направление для нашей страны. Да, мы будем проводить дозиметрию. вот эту прецизионную, очень точную. Да, мы будем проводить на этапе клинических исследований хромосомные аберрации. Все. Но препарат мы собираемся вводить внутрисуставно, рениевая микросфера. Другой вариант. Мы собираемся эмболизации делать в сосудах. Никуда он, никуда выводиться не будет. Этот препарат вообще за пределы организма. А тут-то зачем спецканализация? Валерий Васильевич, абсолютно с вами согласен, но обратите внимание на таблицу, которая всех так раздражает или вызывает безудержный смех. Здесь речь идет о радионуклиде. Здесь нет ни слова о лекарственных формах. Если у нас будет список лекарственных форм, то есть радиофармпрепаратов, можно будет тогда четко дифференцировать при работе, с чем нужна организация, при работе, с чем нельзя. Вот в том-то и пугает вот эта ситуация, что это пугает наоборот, то, что упомянут радионуклид и куда-то его не поставь, везде потребуются какие-то непонятные сооружения. Если к этому будет приложено еще какое-то дополнительное разъяснение, да, конечно, это здорово, это решит проблему вообще-то. Но так это не предлагается? Давайте сделаем, конечно, это здорово будет. Поддерживаю. Коллеги, вы знаете, тут поступило несколько очень интересных, на мой взгляд, вопросов в чате. Может быть, попробуем на них. Сергей Анатольевич, отвечая на вопрос Максима Ярославовича в рамках документа, у нас еще дорегуляторные гильотины в рамках текущих планов на ближайшую пятилетку в рамках отраслевой программы на 23-24 год занесена переработка САНПИНА по ядерной, по радионуклидной терапии. Соответственно, скорее всего, после того, эти планы, скорее всего, абсолютно точно эти планы не снимаются. Соответственно, к вышедшему документу, как бы он назывался, будет возможно соответственно с этим планом внести изменения. И вот, соответственно, 23-24 год срок, когда вот если мы договоримся о том, как это будет сделано, получим всю информацию, можем вносить изменения и делать дифференцированные критерии о том, нужна ли спецканализация или нет. Это к вопросу о том, когда, и вопрос, как это сделать. печально, ну, как скажете, через пару лет так через пару лет. Сергей Анатольевич, вы обращали наше внимание на вопросы в чате, спасибо вам большое, давайте пройдемся по чату. да, там я видел Вячеслав Сухов про стронц и спрашивал тоже, ну, как вот, как и я говорил. Вот, первый комментарий. Расскажите про требования Ростехнадзора. Здесь я воспользуюсь положением модератора и передрисую вопрос Сергею Анатольевичу Рыжову, человеку, который с этими требованиями более знаком. Сергей Анатольевич, не сочтите за труд, прокомментируйте, пожалуйста. Да, конечно. Требования Ростехнадзора изложены в трех основных документах, в четырех документах. Это НП-038-16, НП-067-16, НП-034-15, ну, еще 014-16 тоже есть. Соответственно, вы эти документы читаете, там все требования сложены. Спасибо. Следующий вопрос. Я могу кайфить. Значит, следующий вопрос оборвался по условиям. Вопрос ко всем участвовался Максиму Ярославовичу по дальнейшему развитию. И тут это самое. Вот. Хотелось бы прокомментировать. Допишите, пожалуйста, в чат. Развитие чего именно? Следующий вопрос. Для всецелой организации работы в области обеспечения радиационной безопасности, особенно в крупных лечебных учреждениях, считаю, необходимо создавать группу радиационного контроля, в состав которого должны входить инженера, врачи по радиационной гигиене. Сейчас, секунду. Нагружать врачей и радиологов нецелесообразно. Это как раз то, в рамках, о чем я дискутировал, вернее, комментировал, я отвечал на комментарии Валерия Васильевича о том, что действительно должна быть нормальная группа по радиационной безопасности с медицинским физиком. То есть, в списке тех, кого предлагают, я не видел медицинского физика, собственно говоря, человек, который должен отвечать за гизиметрию, именно, когда мы говорим про пациента. Валерия Васильевич, меня, наверное, вот этот вот комментарий больше всего заинтересовал, разрешите мне дополнить немножко. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. В какой-то степени. Вот я полностью поддерживаю данное высказывание относительно того, что должны быть специально обученные люди, которые будут заниматься своим делом. Более того, в рамках, Максим Вярославович тоже знает прекрасно, что в рамках 560-го приказа Минздрава на сегодняшний день принято решение относительно того, что в штат отделения лучевой диагностики, лучевой диагностики не ядерной медицины, а именно лучевой диагностики, введены медицинские физики. Введена ставка в медицинскую физику. То есть теперь, соответственно, будет гораздо проще доказать необходимость этого действия своему главному врачу, лечу, ну, как бы, основному, да, товарищу, который принимает все решения. Директору, неважно кому. Это первый момент. Второй момент не менее важный относительно того, что вот наша с вами вся задача, я думаю, что всех здесь присутствующих в том, чтобы ровно такая же фраза была в порядке или в правилах по радионуклидной диагностике и радионуклидной терапии. Терапии. Вот Максим Мирослович подсказывает. Нет, еще раз там радионуклидная диагностика и радионуклидная терапия. То есть как бы вопрос порядка, если порядок, конечно, по терапии, но по факту, как бы туда, по-моему, хотят и диагностику тоже включить, правила по радионуклидной диагностики. А вот вопрос, когда мы можем ожидать такого порядка обновленного? Это вопрос, ну, здраво, это не к нам вопрос. В Венздраве иногда некоторые документы очень долго проходят, к сожалению, для нас, для всех. Но еще раз, это вот к вопросу о том, какой ведомстве чем должно заниматься, как мне кажется. Вот, вопрос, продолжаем вопрос из чата. Вопрос, видимо, к Максиму Ярославовичу, или к Сергею Анатольевичу, как в Москве устроена служба радиационной безопасности в больницах? Вот такой вот короткий вопрос. Короткий, простой ответ, по-разному. Если мы с вами говорим про федеральные центры, то, как и во всех федеральных центрах, во всей стране, в большинстве своем есть служба радиационной безопасности во многих центрах, не во всех, но во многих, которые насчитывают в разных центрах, где-то от одного до пяти, наверное, человек, который занимается тоже достаточно разным функционалом, ну, например, в онкоцентре там один функционал, РОНС имени Плохина, да, в детском центре гематологии и антикологии немножко другой функционал. В МИЦ-радиологии, вот Валерий Васильевич лучше расскажет, я думаю, что у них там другой функционал еще, да. У каждого, вот тут вопрос вот именно в том, если будет прописана группа радиационной безопасности, о которой говорим, да, о радиационном контроле, вот тут можно прописать в том числе и функционал этих людей, которые бы взяли на себя в том числе функционал по медицинской физике, которая, к сожалению, у нас отсутствует, поэтому все, что мы говорили вначале относительно персонализированного подхода в отделениях ядерной медицины, он просто невозможен, просто потому что нет людей, которые бы это делали на этом этапе. Вот как-то так. Здесь, видимо, комментарии к этому вопросу. Вот, зачитывая РОФЕ, вот Тяна Александровна, в лечебных учреждениях служба РБ нештатная, то не везде. Нештатные сотрудники некомпетентны в вопросах обеспечения РБ документы отрабатываются формально. Ну, вообще-то у нас штатные сотрудники, и вот я хочу продолжить мысль, начатую Сергеем Анатольевичем, что функционал, конечно же, безусловно, зависит от того, чем учреждение занимается. Если учреждение занимается радионуклидной терапией, если в учреждении есть центр доклинического исследования, там, где новые радиофармпрепараты есть, там, где все делается, конечно, там будет ориентация вот на этот вид деятельности. Если в центре есть дистанционная лучевая терапия, вот, и нет радионуклидной терапии, то служба радиационной безопасности там тоже будет, но она будет заниматься, соответственно, другими вопросами, которые там представлены. И так далее, и так далее. То есть вот исходя из этого. Есть диагностика, значит, вот будут заниматься теми вопросами, которые существуют. Я, наверное, ответил, да. Значит, вот тут расшифровали вопрос. Вопрос ко всем, и в частности, Максиму Ярославовичу о дальнейшем развитии радиоизотопной диагностики. Андрей Алексеевич, Максим Ярославович, прокомментируете? К сожалению, это очень-очень широкий вопрос. Сейчас уже по факту семимильными шагами по России шагает ПЭД и созвучная этому слову компания. И это на самом деле неплохо, потому что клиницисты потихоньку привыкают к методу, и пациенты понимают, что это необходимо. Обычная радионуклидная диагностика с гамма-излучателем, технецевыми, к сожалению, остается пока у нас на заднем плане. И главная проблема даже не в том, что денег не выделили и так далее. Заказа нет. Со стороны клиницистов заказа нет. Они просто не знают, зачем, допустим, сделать синтеграфию почек при гипертонической болезни. Вот зачем. Или если у пациента ишемическая болезнь, ему надо стенд ставить, зачем ему синтеграфию миокарда делать. Ну, как бы такие моменты. И здесь я вижу задачей общества как раз продвигать информацию о наших возможностях в организациях как раз клиницистов в их сообществах. То есть у нас планируется принимать участие наших специалистов в профильных конференциях, допустим, у онкологов, у кардиологов, у урологов. Это уже сейчас делается. Эту деятельность надо максимально расширять, чтобы они, ну, знаете, это вот просто иногда рассказываешь хирургам или кому угодно, там, кардиологам. Вот мы можем вот так. Они так, а правда? Такое бывает. А мне этой информации так не хватало. Потом отбиваешься от них. Конечно, с двух сторон надо идти. Но в первую очередь надо создать запрос. Тогда главврачи под натиском уже будут потихонечку понимать, зачем им покупать эти дорогущие гамма-камеры, АФКТ, зачем делать эти дорогущие проекты радиационной безопасности, лицензию Ростехнадзора получать и так далее. Только с этой стороны. Это может быть общими словами, но если погружаться в частности, мы выйдем за рамки... Это целая отдельная конференция должна быть. Спасибо. Андрей Алексеевич. К тому, что сказал Максим Ростанович, хочу дополнить, что федеральное законное обращение лекарственных средств 61-й и порядок изготовления лекарственных препаратов, РФП, конечно, открыл широкие возможности, прежде всего, как правильно заметил Максим Ростанович, для позиторонной миссионной томографии. В принципе, здесь мы видим, насколько вперед шагнула ПЭД-диагностика в нашей стране по сравнению даже с тем, что было 10 лет назад. И это еще не предел. В общем-то, сейчас все зависит от компетентности радиохимиков. Можно, по сути, создать любой радиофронатический лекарственный препарат. Естественно, что, как опять-таки правильно заметил Максим Ростанович, все зависит, конечно, и от запроса клиницистов. Мы видим, что там 90% всего, о чем я сказал, это онкология. И намного все печальнее, например, неврологии и кардиологии, потому что, действительно, пока вот, видимо, ни неврологии, ни кардиологии, они пока еще не готовы к тому, чтобы работать с чем-то новым и внедрять даже с тех технологий, которые достаточно широко применяются на Западе. Например, те же препараты для исследования диагностики болезни ас-деймера или какие-то препараты для перфузии миокарда. Ну, так что, в общем-то, во многом это, конечно, зависит от запроса клиницистов. А перспективы дальнейшего развития, конечно, связаны, видимо, с созданием каких-то новых радиофомпрепаратов для поиска новых мишеней для этих препаратов и разработка препаратов для целевой доставки родинуклида в опухоль. Пока, к сожалению, мы не очень в этом преуспели, у нас не так много, ну, на самом деле, работающих препаратов именно для целевой доставки родинуклида в опухоль, но процесс не стоит на месте. Есть уже антитела, есть различные каркасные белки, которые тоже все больше и больше пользуются популярностью в плане председательника для радиофомпрепарата, так что возможности довольно большие. Спасибо большое, Валерий Васильевич. Кто же может прокомментировать с твоей стороны? Ну, я тут уставился на вопрос, который тут висит. Вот. Где Стронций? Вопросительный знак. И дальше Довлатов-Бахадер Алаберганович пишет. В случае разлива ради в условиях отсутствия спецканализации каковы действия? Ну, дело в том, что я боюсь, что мы, как бы сказать, забудем на этот вопрос ответить, а потом скажут, а, вот они тут говорили, вот, а ответить-то не ответили про канализацию, она же нужна. Так вот, не нужна она здесь ни зачем, эта канализация. В случае разлива ради, во-первых, там в целом флаконе там всего 6 миллилитров, вот, то есть не очень достойное, как бы, количество для целой канализации, вот, а во-вторых, ну, мало вероятно, что кто-то возьмет и вот как бы из флакона все выльет. Но даже если это сделать, то вот эти 6 миллилитров легко собрать фильтровальной бумагой, там, ветошью, которую надо будет положить уже на распад вместе с твердыми радиоактивными отходами. И вот там пусть это все лежит, вот, но не в канализации. Собственно говоря, вот так же надо действовать не только при разливе радиа, но если какая-то капля какого-то вещества куда-то капнуло, то, собственно говоря, действия точно такие же будут. Ну, а по части того, что Андрей говорил, Андрей Алексеевич, ну, что, конечно, новые технологии сейчас будут развиваться. Вот йод, к которому все привыкли, с которым отождествляли радионуклидную терапию, он будет, безусловно, ему 80 лет, между прочим, на днях исполнилось, 80 лет с момента первого применения йода, 31-го числа был такой большой праздник. Все равно он останется, и вот все, что говорил Андрей Алексеевич по части новых препаратов и новых технологий, вот это все нас ждет, причем в очень таком, я бы сказал, ближайшем времени. Спасибо. Спасибо большое, Валерий Васильевич. Здесь вот пришел еще один вопрос в развитии ситуации с многострадальным радиом. Наверное ли требования представителей Роспотребнадзора к требованию спецканализации к применению радиооксофига только на случай возможного разлива данного препарата в лаборатории? Ну вот я же говорю, что даже на случай разлива она не нужна. На случай разлива наличие спецканализации вас никак не спасет? Абсолютно она не имеет отношения никакого, потому что нужно это собрать, вот я говорю, что фильтровальной бумагой, ветошью и соответствующие есть такие порошки, которые дезактивацию проводят, и вот это все вместе с этой ветошью, порошками и фильтровальной бумагой все это надо будет сположить в мешок и в хранилище, где твердые радиоактивные отходы находятся, и все. Лариса Александровна, с позиции практика что-нибудь прокомментируете по этому вопросу? Дополнительно. Касательно этого вопроса здесь требования спецканализации от Роспотребнадзора. Я, мне кажется, уже отвечала на этот вопрос, что требования сейчас у нас в Санпине, оно достаточно устаревшее, и они были нацелены не на радий, а на работу с йодом. Соответственно, в перспективе в новых, в обновленных нормативно-методических указаниях работу с радиом постараемся убрать требования при работе с радиом касательно спецканализации. Ну и заодно уж вот здесь вот почему-то правда не оказалось этого самого стронция, так и стронцию она тоже так же не нужна. И оттеню не нужна. И остальным. Ну, практически она по-настоящему она нужна ну вот для йода она нужна. Для вот вы лютецию пишете 6,1 ГБК. Ну вот стандарт, ну в принципе можно лечить пациентов и такой активностью. Ну так бы его повысить бы еще до 7,5. Еще бы лучше было бы. Уважаемые коллеги, я здесь хочу еще раз заострить внимание, что критерии выписки пациентов и наличие спецканализации это совершенно разные вопросы. Они совершенно не связаны. То есть отпускать пациента после введения радиофармпрепарата при этом при наличии спецканализации ну это как бы ну хорошо это это радует на самом деле это радует что самое главное вот убрать абсурдные требования а так это все очень хорошо что вот вы говорите спасибо вам большое по поводу смягчения критериев к лютецию 177 я здесь опять повторюсь что было в сообщении и данные критерии они разработаны только на основании физических характеристик радионуклидов они не учитывают выведение радионуклида из организма соответственно если бы у нас были данные касательно выведения фармакокинетики лютеция соответственно если бы мы их могли учесть то эти критерии я думаю они смягчились бы в качестве забавного казуса главное чтобы не получалось как в одной из клиник когда люди в методике представители этой клиники в методике написали мы планируем выдерживать пациента сведенным радиофармпрепаратом в нашей клинике в течение 6 часов а как же специализация мы сделаем так чтобы он не ходил в туалет в течение всего этого периода времени а можно еще вопрос по поводу вот этой таблицы сказать просто какой понятно что это не весь спектр радионуклидов которые существуют для радионуклидной терапии а какой вообще механизм предусмотрен чтобы их туда добавлять это из какой частоты это можно будет делать андрей алексеевич значит у нас в плане института и в принципе была запланирована работа по выпуску медических указаний по скажем так по оценке по разработке критерия выписки пациентов после проведения радионуклидной терапии которые включали вся таблицу с радионуклидами слэш радиофармпрепаратами раз и второе математический скажем так аппарат для того чтобы для каких-то новых сочетаний нуклеид-легант можно было эти критерии определить и механизм по которым эти временные критерии скажем до внесения в нормативные медические документы были бы легальными но пока эти медические указания находятся в подвешенном состоянии в связи с регуляторной дилетией сначала утвердить норму радиационной безопасности но после этого разрабатывать такой документ опять же разработать такой документ мы можем он запланирован ждем отмашки в данном случае я здесь не могу как-то на это повлиять если скажем в течение этого года у нас появится возможность учитывать не только критерии выписки рассчитывать не только для радионуклида но для комбинации радионуклид препарат и будет какая-то информация по распределению полувведения данного препарата из организма мы это дело сделаем мы выпустим в качестве медичных указаний спасибо вот можно вот здесь вот еще доспросить мне очень понравилась эта вот идея которую вы сейчас сказали которую Лариса Александровна сказала по поводу того что ну радионуклид радионуклидом а если мы его вводим допустим там либо в коллоидной форме либо в микросферах там в сустав и он по идее оттуда никуда не выходит то значит для него вообще должны быть другие требования и никакой спецканализации не нужно а вот вопрос такой если это биодеградируемая микросфера которая в каких-то следовых количествах выводится из организма но это ниже МЗА будет вот а тогда что то есть сказать что она не выводится вообще вроде как не скажешь но это ниже МЗА ну если вы сами ответили на свой вопрос ниже МЗА значит не учитывать ну почему иметь в смысле по поводу этой спецканализации тогда он будет каким источником относиться к открытым или к закрытым в виде чего он будет выводиться в виде одной большой микросферы или все таки в виде биологичной микросферы вообще не будет микросфера раствориться у него 17 часов период полураспада вот и в следовых количествах в моче он может быть ну вот опять же ниже МЗА Валерий Васильевич сами говорите что выводиться будет он с какой-то биологической жидкостью значит открытый радионуклидный источник объем жидкости в которой а если это ниже МЗА будет ну значит это будет это будет отход с активностью ниже МЗА то есть это не открытый тогда не надо спецканализация тогда не надо спецканализация но просто просто от этого это биологическая жидкость не перестает быть радиоактивным отходом но с активностью меньше МЗА понятно дополнить или скорее даже спросить скажите мне пожалуйста Александр Ильич а почему был уже я задавал этот вопрос к сожалению не услышал ответа может пропустили просто почему мы тогда не пытаемся и не делаем мы не берем международный опыт по этому поводу потому что есть документы по критериям выписки НСРП да есть документы по критериям выписки опять же американских регуляторов почему их не взять в качестве основы они в отличие от наших содержат достаточно большое перечень радиоактивных ну учитывать мы эти документы будем но копировать их один к одному и брать их критерии один к одному в условиях нашей отечественной действительности с моей точки зрения это нерационально то есть вы считаете что они менее достоверны нежели чем то что вы можете предположить как вы сказали что вот как бы предварительно обосновать тот или иной критерий дело дело не в том что они менее достоверны дело в различии скажем так в той системе которая у нас сложилась сейчас достаточно консервативной Сергей Анатольевич вы помните слайд о радиационном аварии большинство радиационных аварий каких-либо связанных с медициной это случай выявления пациентов на самом деле это не радиационная авария но тем не менее это классифицируется как то есть единственный вид радиационных аварий именно по таким тегам они заносятся в все донесения банки данных который может быть ассоциировано с медициной это выявление пациентов после курса проведения радионуклидной терапии в данном случае критерии выписки должны быть такими которые в том числе ну скажем так вписывались в нашу действующую парадигму наш бэкграунд то есть мы уже не про безопасность про то как настроена рамка янтарь на входе в какой-то вокзал это не относится с вашей точки зрения к безопасности кстати сказать я вот что хочу сказать что все случаи абсолютно которые были вот на эту тему нам присланы мы в них разобрались и во всех этих случаях оказалось это было неправильно выполнено измерение там где ловили этих пациентов мы обращались и уже к разработчикам аппаратуры все выясняли вот это ну отдельная тема я не знаю может ее сейчас даже не стоит обсуждать спасибо большое за поясняющий комментарий но отвечая коротко Сергею Анатольевичу я искренний приверженец подхода доверяй но проверяй и я очень люблю в один в один заимствовать международные какие-то документы без их какой без оценки необходимости их адаптировать под нашу существующую российскую действительность нет мы говорим о том что либо у нас их не будет вообще то есть будет зеро ноль либо у нас будет тот международный опыт приблизительно ориентировочно который мы потом будем дополнять уточнять которые есть в этих странных непонятных низкоквалифицированных иностранных товарищей Сергей Анатольевич здесь Максим Ярославович хочет нет я просто хочу присоединиться я вот честно сейчас сижу и недоумеваю что чем наши наша действительность будет отличаться хорошо если мы возьмем клинические рекомендации просто скопируем а мы по сути пользуемся международными клиническими рекомендациями правильно Валерий Васильевич в основном да вот и соответственно там есть нормы и ну хорошо их можно экстраполировать но это не то чтобы прям ракетостроение по сути их можно адаптировать в чем проблема почему не в чем нерациональность по подробности спасибо Максим Ярославович вот ключевое слово сами произнесли адаптировать Сергей Анатольевич предлагает взять и использовать вы предлагаете адаптировать я согласен с вашим подходом в военное время косинус может достигать значений трех как говорится Лариса Александровна вы хотели тоже прокомментировать да я хотела прокомментировать по поводу критериев выписки пациентов в разных странах соответственно у разные системы к подходу к коррекционной безопасности у нас они критерии выписки именно основаны на пределе годовом пределе дозы для населения в один миллизиверт любой человек кто может законтактировать с пациентом которому введен радиофармпрепарат он не должен за год получить один миллизиверт соответственно наиболее подверженной облучению в данном случае группой являются те люди которые ухаживают за пациентом или которым обычно приписывают часть семьи соответственно в международных практике соответственно эти люди имеют другой предел дозы это 5 миллизиверт соответственно у них критерии пять раз могут отличаться от нас это уже чисто что в американском в НСРП указано два норматива один на 1 миллизиверт и второй на 5 миллизиверт критерий выписки два критерия выписки то есть если пациент уходит и будет активный образ жизни вести соответственно его выписывают тогда когда у него 1 миллизиверт критерий выписки когда он будет находиться дома и с ним будет контактировать только его семья то критерий выписки 5 миллизивер а как они проверяют это при выписке а есть добросовестность пациента собственно говоря пациент говорит он ну опять же тяжесть пациента Валерия Васильевич не даст мне соврать. Есть пациенты, которым априори понятно, что они не будут бегать к кроссу и так далее. Это все понятно. Они будут находиться дома. Вот и все. Здесь прокомментирую, опять же, случаем из практики. Забавный, но, к сожалению, достаточно воспроизводимый. Рядом с нашим институтом есть, далеко от нашего института, есть одно отделение радионуклидной диагностики. И каждый раз, когда необходимо проверить, скажем, спектрометры в полевых слоях нашего института, идут к этому отделению. Потому что пациенты, которые вышли оттуда с какой-то введенной активностью диагностической, дают отличную засветку на спектрометре, начиная метрах от 500. От спектрометра без антисопадения без... Что говорит Сергей Анатольевич? У вас спектрометр без защиты и без антисопадений? Почему? Не знаю, как они тогда дают засветку. Вот. Имеется ли не засветка, а пиктехниция характерная, например. А, да. Вот. Вот. И здесь сразу возникает вопрос, опять же, подтверждение к тому, что критерия все-таки нужно каким-то образом адаптировать. Что не получится ли так, что данные критерии будут находиться исключительно на бумаге, а на практике их применять никто не будет, потому что, ну, способов проконтролировать или выражаясь в нашей технологии провести контрольную закупку будут достаточно проблематичны. И при этом никакой радиационной безопасности населения в общем соблюдаться и не будет. Александр Ильич, так может тогда решать проблемки по мере их поступления, а не говорить о том, что как бы они... Мы как можем сказать про любое требование, что оно не может быть проконтролировано. Не про все требования. Ну, хорошо, не про все требования, но про половину так точно. Ну, и что дальше? Критерии назначения, например, давайте вот про исследования опять же. Мы их можем проконтролировать или мы их контролируем? Давайте по-другому. Вот, 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 дайдем в вопрос. Контролировать мы их можем. Ну, ты как? Каким образом? Ну, отследить записи в... А где же это требование в санитарных правилах? Что отследить записи, что надо контролировать? В санитарных правилах написано, вот, как, в принципе, вы и пропагандируете в общем виде, проконтролировать должен осуществляться контроль обоснованности назначения. Вот. Он может быть произведен? Может быть произведен. Как произведен? Как и тут так же можно производить. То есть, что можно приехать домой, можно посмотреть, как бы, все можно. В принципе, теория. Можно у нас, он есть, он большой брат, как бы, его можно включить, в случае необходимости. Видите, у нас взяли, запретили людям выходить из дома, когда в этом потребовалась необходимость. Это нормально. Также можно отслеживать автомобили, номера автомобильные. Эту практику уже показало, что это все возможно. Так что я не вижу эту проблему. Ну, это вопрос более-менее философский, я бы даже сказал. Не то, что дистанционный, а философский. Слушайте, это более чем конкретный вопрос. Вы вносите человека в базу данного, говорите, что вы не можете выходить в течение какого-то периода времени. Он появляется где-то, ему приходит штраф, все, проблемы нет. Как это стыкуется с вашим же комментарием, что входит ли это в компетенцию Роспотребнадзора? Не, ну, так я говорю о том, что это как раз так же входит в компетенцию Роспотребнадзора, если уж так по большому счету говорить, потому что именно Роспотребнадзор ввел базу по санэпид-вопросам. Ну, вот если мы сейчас с аналогией с ковидом говорим, то за эту базу отвечал Роспотребнадзор, за ее введение. Не за то, чтобы ее применить, а за введение. Так что я не вижу никакой проблемы. Спасибо, Сергей Анатольевич, за очень интересные и актуальные и едкие комментарии. Ну, я обвиняюсь. Нет, всегда отрадно такое слышать исключительно. Всегда нужно, чтобы кто-то кусал за бока. Максим Ярославович. Я в таком случае еще раз повторю вопрос Сергея Анатольевича. Хорошо, вот Сергей Анатольевич сказал, НСРП содержит требования по критериям по одному миллизиверту и пять. Сергей Анатольевич, вот те, которые по одному миллизиверту от наших в итоге как-то отличаются? Да. Да? То есть вроде как один миллизиверт и там, и там, а критерии отличаются? Потому что модели итоговые. Модели отличаются. Модели отличаются. А вот в таком случае может быть мы просто возьмем вот те, которые про пять уберем, чтобы не контролировать. Пойдем только на один и адаптируем. Коллеги, проблема в следующем. А какая модель более правильная? Вы можете сказать? А еще лучше подтвердить это. Вы можете сказать, Александр Анатольевич? Я на текущий момент, не проведя никакой подготовительной учительской работы, я не берусь это сказать. Не берусь, говоришь, наша модель правильная, я не берусь, я не берусь, что церпи правильная. Я по-другому прокомментирую. Простите, пожалуйста, что-то перебиваю, но смысл такой, что там модель, она описана. Когда я говорил, что разные модели, это мое предположение, Максим Мирославович, потому что цифры разные, единственное, что мне может прийти в голову, что разные модели, которые брались с точки зрения облучения окружающих людей. Потому что, когда мы говорим про российские критерии выписки, к сожалению, ни одной модели я так не увидел. Они наверняка есть, но не для широкого круга. Модели, по которым были сделаны наши критерии выписки, опубликованы. Пожалуйста. Супер. Сергей Анатольевич, почему опубликован достаточно давно. И все... А йода в 21-м? Да, в том числе. Окей, и тогда, извиняюсь, я пропустил. Когда в нормах радиационной безопасности в 2009 году их вводили, соответственно, вышла статья в журнале «Радиационная гигиена» касательно этих введенных критериев для радионуклидов. Прописана методика. Ну, тогда прошу прощения, я начну попросить. А потом, если мне не изменит память, то в журнале «Медицинская физика» тоже была статья. Ойли. Ойли. Вот. Значит... Ну, ладно. Отвечаю Максиму Ярославовичу. Есть два разных набора критериев. Значит, пресловутая адаптация, про которую вы сами сказали. И подруг... Пресловутая адаптация, тут просто копируется. Копи-пейст. Вопрос. Почему? Почему копи-пей... Почему не нам идти в... Да. Почему не нам идти в НСРП и предлагать им копи-пейстить, а нам с них? Нет. У них открыты модели. А может, у нас нет, а у них есть. Давайте по-другому. Да. Начнем с того, что у них это все есть. У них опубликованы модели. Мы берем, как эксперты, смотрим на модели. Окей, и модели похожи на правду. Мы их копи-пейстим. В чем проблема? Ну, то, что... Если слегка подкорректировать... Зачем заново это делать? Максим Ярославович, если заменить на... Мы смотрим модели, как эксперты, на провести расчеты с используемых моделей и наших моделей, найти, в чем же они отличаются, оценить расхождение и в конечном итоге принять либо одну модель, либо другую, либо доработать, предложить что-то третье, тогда вы абсолютно правы. То, что вы сейчас предложили, сказали, мы смотрим на бумагу, где написано NSRP, говорим, это NSRP, она ошибаться не может. Давайте возьмем их критерии. Итак, в чем заключается экспертно посмотреть на модель? Нет, я говорю чисто на себя, как на врача, который может описать эту модель. Давайте тогда не будем брать модели, давайте не будем. Зачем заново это все выдумывать? Это правда действительно нас тормозит, безумно тормозит. Если можно всегда зарубить и сузить требования, мы всегда сможем. Мы можем сначала как-то вот сказать, вот тут все нормально, посчитано, взять и потом уже считать потихоньку, если что, сужать. В этих всех вопросах как раз мы возвращаемся к вопросу, который нам был задан относительно доступности и доступности новых технологий. и доступности как вот новых методов. По факту, собственно говоря, мне кажется, что действительно Максим Мирославович абсолютно прав, когда говорит о том, что на этом этапе нас это уже начинает тормозить немножко. А можно тогда вопрос? Вот здесь вот представлен перечень перспективных радионуклидов, которые были присланы в Роспотребнадзор для того, чтобы они должны для внесения соответственно в таблицу критерия выпечки. Это вот то, что отмечено серым текстом на слайде. Да. Вам кажется, они немножко ущемляют ваше развитие. Какие радионуклиды вы хотели бы еще сюда добавить? Ну, хотя бы 64-ю имеете. она диагностическая, хотя она обладает диагностическим эффектом, но она уже диагностическая. А вот на мере теория 227-й. Да, да, да. очень перспективный радионуклид. Окей. Еще. Ну, значит, что... Да. Значит, коллеги, если... Коллеги, значит, так как у нас подходит регламент, то вот вопросы, связанные с необходимостью учет каких-либо перспективных радионуклидов, предлагаю решить следующим образом. Пусть, если при согласии Максима Ярославовича, как президента общества ядерной медицины, он бы взял на себя сбор и объединение вот такого вот набора радионуклидов и направил бы в наш институт официальный запрос. И мы, пока еще у нас идет доработка и переработка документов, постарались бы дополнить эту вот таблицу всем тем, что необходимо для развития, чтобы уж совсем не тормозить вас. Изотопы или радиофармпрепараты, как мы делали? Пока изотопы. Изотопы, хорошо. А вот еще вопрос, мы сейчас два раза упоминали, вот самый наш старый друг с тронцей, ну и заодно его брат Итрий, вот, это чисто бетаэмиттеры, но все равно они применяются, так может быть их тоже надо написать туда, а то получится так, что их там нету и следовательно им пользоваться нельзя. Не получится. Принято. Я вам больше того скажу, что надо написать все изотопы, в том числе диагностические, и поставить прочерки для того, чтобы у людей было понимание того, что не надо ограничить, потому что, потому что тот же МЕД-64, например, период полураспада достаточно большой, вопрос возникает. Почему, собственно говоря, я его и привел. Вот знаете, почему я комментарий такой сделал? Потому что, когда была прежняя редакция, то во многих местах люди не могли начинать пользоваться радием, и я это точно знаю, потому что я вот этот процесс, как сказать, курировал, вот, на основании того, что местный регулятор говорит, вот в таблице радие нет, следовательно, нельзя пользоваться, потому что его там нет. Вот такие были глупые ответы. Хорошо. Учтем, то есть здесь, опять же, список радионуклидов надо сформировать, потому что, боюсь, что предложение Сергея Анатольевича мы не сможем сейчас реализовать. Лариса Александровна направлял несколько раз в виде статей, международных статей, которые применялись. Сейчас могу еще направить замечательную, на мой взгляд, статью Хмелева по поводу ПЭТ-исследования. Могли бы вы это направить в качестве официального запроса в наш институт, а не в качестве научной статьи? Это по поводу ассоциации медицинских физиков и вице-президентов, в которой я являюсь. Хорошо. Вот, коллеги, меня предупредили, что до конца сессии осталось 3 минут, на самом деле, намного меньше, практически все уже. Таким образом, давайте подведем итоги. Значит, по концептуальному предложению всего специального вида на слайд, о взаимодействии, так сказать, регулятора слэш-науки и практики слэш-науки, есть ли у кого-то какие-то принципиальные замечания или возражения или комментарии? Я думаю, что нет ни у кого. Очевидно, нет. Вопрос только в том, что конкретно делать. Значит, в качестве основных, так сказать, первых и конкретных шагов, тогда мы себе намечаем, отмечаем первое, это радионуклиды в критерии выписки. Да, задача наша. Это спецканализация с альфа-излучателями и да. Ну и с бета-излучателями тоже, потому что, ну уж, Стронс и сколько лет применялся, а сейчас кто-то там проснется, скажет, что вот опять не написали. Да, альфа и бета. Вот. Это те, ну как бы, это те шаги, которые сейчас можно быстро реализовать. Вот. Соответственно, с нашей стороны остается вопрос о том, как можно получать о новых препаратах достоверную информацию вот в рамках сопровождения клинических доклинических испытаний. Ну это вопрос, я понимаю, что это сложный. Боюсь, это все индивидуально скажем. Это все индивидуально, но это тот вопрос, который как бы остается подвешенным и слегка недосказанным, чтобы можно было работать. В данном случае вообще как бы в любом случае, ну это описано моделью, и это можно попросить у авторов. Я уверен, что ни один из авторов не откажется в том, чтобы представить надзорному ведомству полный отчет по своему клинику-треалу. Сергей Анатольевич, вы оптимист. Ну это же надзорное ведомство, иначе как бы зачем они проводили эту клинику-треал? Для другого надзорного ведомства. Ну окей, тогда да. Вот. Коллеги, тогда к глубочайшему сожалению вынужден произнести роковые слова, что приходится закрывать эту секцию. Спасибо огромное всем, кто сегодня с нами был, кто нас слушал и самое главное принимал участие в платформе дискуссии. Думаю, что приз зрительских симпатий должен быть отдан Сергею Анатольевичу Рыжову. Как всегда. Да, как всегда. Я прошу прощения, ребят, но... Нет, но... Болело. Вот. Спасибо большое, Максим Ярославович, Андрей Алексеевич, Валерий Васильевич. Все было безумно интересно, для нас это было очень познавательно. Вот. Будем работать. Приятно, когда регуляторы говорят спасибо вам за новую информацию, они говорят, так, делаем именно так. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо вам. Вот. В завершении краткая шутка. Разница в хорошем командире и в плохом командире. Хороший командир говорит, делай, как я, а плохой делай, делай, как я сказал. Вот. На этом позвольте секцию закрыть. Спасибо всем. Спасибо.